Друзья, всем привет из СФУ! Я рада всех вас видеть на моем канале и сегодня хочу начать цикл наших встреч по теме, как выжить в СФУ. Это часть первая. Я составила для вас некоторые рекомендации, как сделать свою учебу более простой и приятной, свою жизнь безоблачной. Я составила эти советы вам, исходя из того, что я преподаватель и дважды бывший студент. Итак, первый мой тезис касается вообще восприятия нашего мира и действительности. Итак, прежде всего я хочу сказать вам, я поздравляю вас! Вы поступили в один из самых престижных вузов нашей страны, который получил по оценке три звезды. Об этом подробную статью вы можете прочитать в нашей газете Сибирско-федерального университета для студентов и преподавателей выпускают. Да, ребята? И, соответственно, исходя из этого, конечно же, я хочу сказать вам, больше радуйтесь, больше улыбайтесь, больше будьте счастливы и горды тем, что вам посчастливилось учиться в этом месте. Вы участвуете в круговороте эмоций во Вселенной, а это значит, что чем больше вы будете давать миру радости, тем больше мир будет вам её возвращать. Второй мой тезис касается относительно вообще вашего понимания того, чем интересоваться, чем заниматься и чем увлекаться. Итак, есть два пути. Первый — вы будете широко смотреть на мир, вы будете интересоваться всеми предметами, которые вам предоставляет вуз возможность изучать, а также другими. И будете искать себя, искать свой путь. Если вы ещё не нашли тему своих профессиональных интересов, конечно, вам стоит смотреть вокруг, смотреть вширь, смотреть на мир и искать, искать, искать. Заниматься тогда я вам советую всем. Увлекаться и точными науками, и гуманитарными науками, а также записаться в несколько кружков и все их охотно посещать. Но если вы уже определились со своим путём, если вы уже поняли, что именно вас интересует, и вы пришли именно на тот факультет, на который и делаете ставки в своей будущей профессии, соответственно, я считаю, что вам не нужно распыляться и идти вширь. Вам нужно идти вглубь, вглубь своих профессиональных интересов, внутрь себя, смотреть, что вы можете для себя взять ещё больше, исходя из своего пути. Итак, вширь или вглубь, идти с широко раскрытыми глазами или бить в одну точку уже своих профессиональных интересов. Но профессионалом вам нужно стать, желательно, уже с первых дней обучения в университете. Я не советую вам на четвёртом курсе получить диплом и подумать, стоит ли, не стоит идти в эту профессию. Нет, определяться нужно сразу же. И если вы определились и вам кажется, что не туда, соответственно, заранее подумайте, будете ли вы работать именно в этой области или нет. Что вам даст диплом? Если вы видите, что всё в порядке, соответственно, добивайтесь. Добивайтесь лучших знаний, добивайтесь лучших посещений своих и берите от преподавателей всё, что можете, исходя из своей будущей профессии. Третья моя рекомендация — читайте. Читайте много, читайте каждый день. Хотя бы по несколько страниц ежедневного чтения поможет вам развивать свой интеллект, поможет вам быть более осмысленными в учёбе, поможет вам вообще очень-очень-очень полезно читать. Я вам хочу сказать, что советский ученик был самым читающим учеником в мире. Я советую вам также учиться у лучших, учиться на хороших примерах и много-много-много читать. Если даже каждый день вы будете читать немножко из энциклопедии, немножечко по курсам, которые заданы, я считаю, что это принесёт необыкновенную пользу и намного лучше будет, чем если вы не будете читать каждый день, а будете раз в неделю в авральном режиме готовиться к своим занятиям. Четвёртая моя рекомендация вытекает из предыдущей, и я хочу, чтобы вы поняли, как полезно и правильно делать домашнее задание каждый день. Допустим, сегодня у меня пиар-компания. Я пришла, отслушала лекцию и сегодня уже начала подготовку для следующей недели семинара, допустим. Я начала читать книги, я перечитала лекции, я законспектировала их ещё раз тезисно, и я лучше разобралась с материалом. Таким образом, в следующий раз я смогу задать некоторые вопросы моему преподавателю, я смогу копнуть немножко глубже в этом предмете, и это будет правильно. Итак, вовремя — это заранее, но не перед семинаром, допустим, за ночь. За ночь перед семинаром — это значит, вы придёте не готовы, это значит, вы не сможете прочитать несколько раз текст, это значит, что вы не сможете подготовить ни салайды, ни какую-то другую там раздаточную информацию, это не очень хорошо. Я вам советую готовиться заранее, готовиться за одну неделю. Приходите, и сегодня вы делаете задания, не те, которые на завтра, а те, которые были сегодня, и заданы на следующую неделю, или на семинар там следующего дня. Вот так вот будет правильно. Затем я хочу вам сказать, что, 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 что ещё я вам хочу сказать. Дальше я хочу сказать о вашем окружении. Это мой следующий тезис. Итак, я советую вам посмотреть на своё окружение. Кто с вами рядом? И что с вами рядом? Что это за люди? Что это за вещи? И, конечно же, окружайте себя красотой. Тренируйте свой вкус, тренируйте свой стиль, и старайтесь, чтобы в вашем окружении были только правильные, правильные, правильные люди, правильные книги, красивые вещи, добротные продукты питания, приятные на ощупь и на вид констовары, добрые люди и, конечно же, позитивные мысли. Помните, что наша мысль материальна. То, что мы посылаем в космос в виде своей мысли, возвращается нам в нашу жизнь, в нашу действительность, и от этого зависит, каким человеком вы станете. Продолжение следует... Продолжение следует...